В составе председательского судья Шемелья, пресекретаря Михеева, с участием помощника Красногурского городского прокурора Московской области Головальского, рассмотрев 29 сентября 2021 года в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Матвеева Александра Кирилловича КП Круглова Екатерина Геннадьевна в признании в одни незаконном восстановлении работы в заскане компенсации за время вынужденного прогола компенсации морального дара по 8 ст. 7. 194-199 гражданский коммуникационный кодекс Российской Федерации суд решил. Я буду краток. В данном судебном заседании у нас стоит вопрос о незаконности увольнения. Увольнение было произведено якобы по сокращению штата. С учетом того, что в данном судебном споре ответчик обязан доказывать законность увольнения, мы взяли на себя повышенную, скажем так, обязанность процессуальную и пытаемся доказать, что оно все-таки было незаконно. Ответчик должен доказать два обстоятельства. Первое, что сокращение действительно имело место, то есть оно не было фиктивным. И второе, что соблюден порядок увольнения, не нарушены права Матвеева при данном увольнении. По первому вопросу, что касается фиктивности самого увольнения и сокращения штата. Действительной причиной увольнения Матвеева, это явился конфликт с одним из руководителей, по факту фактически руководитель бизнеса Круглова, ее муж Артем Круглов. В суду представлены документы, это материальный протокол в оригинале, который заверяет переписку Артема Круглова с Матвеевым и фиксирует факт того, что 26 января у Круглова и Матвеева возник конфликт, в результате которого Круглов неоднократно оскорбил Матвеева и сказал ему, ты, пожалуйста, запиши заявление об увольнении по собственному желанию, в противном случае мы тебя уволим по статье. В подтверждение этого же обстоятельства мы просим приобщить вот этот вот свежий документ, это сприншот электронной переписки, когда 26 числа от Круглова на почту корпоративную Матвеева пришло вот это вот письмо, где он сообщает, что если от тебя сегодня не будет заявления об увольнении, то завтра будет увольнение по статье. Это корпоративная почта, соответственно, на следующий день, когда Матвеева отключили от всех сервисов рабочих, он уже работал удаленно, у него остался только этот сприншот, соответственно, мы просим его также приобщить к материалам дела. Далее, Ваша честь, о чем еще свидетельствует факт того, что увольнение было фиктивным, как такового сокращения не было, Круглов придумал это сокращение вместе с Кругловой, чтобы избавиться от неугодного сотрудника Александра Матвеева. Об этом свидетельствует бывший коммерческий директор данной организации. В суду был представлен протокол опроса адвокатам в рамках закона об адвокатской деятельности. В ходе этого опроса Кримов пояснил, что его также уволило Круглова после конфликта с ее мужем. И уволили они его также по сокращению штата. Кстати, уважаемый представитель ответчика, суду представляло судебное решение, где Кримов пытался признать это увольнение незаконным. Кроме того, уважаемый суд, в материалах дела имеется протокол осмотра нотариуса сайта поиска сотрудников headhunter.ru На этом сайте зафиксировано, что 29-го был издан приказ об увольнении, а уже 4-го февраля на личной страничке аккаунта Кругловой появилась вакансия директора по маркетингу с зарплатой 150 пунктов. Да, 4-го февраля. То есть через 5 дней после того, когда Матвеева выкинули из компании, Круглова разместила вот эту вакансию о поиске нового директора по маркетингу. На тот же период было несколько вакансий по маркетингу, которую Матвееву тоже могли предложить, но их не предложили, якобы их нет. Представитель ответчиков в первом заседании нам сообщил, что эта страничка никакого отношения не имеет к Кругловой, но тем же протоколом осмотра нотариуса, в вашу честь, если посмотрите дальше, нотариус с странички на сайте headhunter переходит на сайт, принадлежащий Кругловой, и в документах, где оферта, политика конфиденциальности, там размещены все документы со всеми реквизитами Круглова, что подтверждает факт того, что это ее страничка, и она разместила эту вакансию. Как неоднократно высказывался Верховный суд, публично объявление о поиске сотрудников в газетах, на сайте свидетельствует о наличии вакантной должности у работодателя. Я сослался в заявлении на соответствующее постановление. Кроме того, уважаемый суд, прошу обратить внимание, подтверждение фиктивности увольнения, что кроме Матвеева 29 числа никто не был уволен. Хотя в прошлом заседании представитель ответчика говорил нам, что вот Круглова перенесла ковид, был финансовый кризис, поэтому он для экономии денег уволил несколько единиц штата. Это не так, Ваш честь? Был уволен только Матвеев один. Дарья Ваш честь. В связи с этим мы считаем, что действительно сокращения не было. Это был придуманный повод, чтобы легко уволить Матвеева, потому что действительно есть судебная практика, которая говорит о том, что индивидуальный предприниматель не обязана за два месяца увольнять, предупреждать работу. Поэтому недобросовестный предприниматель этим пользуется. Второй момент, Ваша честь, с которым я хотел обратить внимание суда, это нарушение порядка увольнения. Их было допущено несколько, и каждая из них является самостоятельным основанием для признания увольнения незаконным. Первое. Приказ об увольнении Матвеева был издан 29 января. При этом фактически отстранен от работы, он был 27 января. То есть, если следовать положениям пункта 3, статьи 84.1 Трудового кодекса, днем прекращения трудовых отношений является день фактического их прекращения, то есть, когда Матвеева отстранили от работы. Соответственно, Матвеев был по факту уволен раньше на два дня, чем издан приказ об его увольнении. Ивляется соответствующим нарушением и подлежит применению правила признания уволения незаконным. Более того, Ваша честь, если вы обратите внимание на два штатных расписания, которые в прошлом заседании представители-ответчики нам предоставили. Первое штатное расписание было утверждено 28 января. За день до издания приказа об увольнении Матвеев и по факту через день после его фактического отстранения от работы. Это свидетельствует о том, что на момент принятия решения об увольнении у Круглой вообще не было штатного расписания. Соответственно, она исходя из судебной практики, я это уже в суду, она не имела права по данному основанию Матвееву в принципе увольнять. То штатное расписание, это штатное расписание под номером 1, что на дню увольнения не было штатного расписания. Не было. Ну как бы, если мы считаем днем увольнения именно фактическое отстранение от работы, а не издание приказа. Если же мы все-таки считаем с датой издания приказа 29 января, то, Ваш честь, 28 января Круглова утверждает, что это единственное в организации штатное расписание, в котором имеется вакансия должность Матвеева, директор по маркетингу. Следующее штатное расписание, номер 2, оно утверждает только 7 июля. То есть, там же, конечно же, нет директора по маркетингу, но с 28 января до 7 июля фактически должность Матвеева, она не была сокращена, а Матвеев как сотрудник был уволен. Это свидетельствует о том, что и судебная практика уже неоднократно по всем регионам указывает на то, что при отсутствии утвержденного нового штатного расписания, или даже если оно утверждено, грубо говоря, через 2 дня после увольнения сотрудника, все увольнение считается незаконным. В связи с этим, Ваша честь, более того, Ваша честь, обратите внимание на первое и второе штатное расписание, если вы посмотрите на перечень вакансий, там как минимум 4 вакансии в каждом штатном расписании, которые отвечают компетенции Матвеева. Но Матвеева этих вакансий не предложили. И более того, в материалы дела не представлено доказательства, что эти вакансии кем-то были заняты. А вот штатное расписание, если посмотрите. Да, 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 два штатных расписания представили. Вот смотрите. Штатное расписание от 28 января, за день увольнения Матвеева. Там есть директор по маркетингу, позиция Матвеева. Есть ведущий мел-маркетолог, это тоже маркетинговая позиция. Есть коммерческий директор, это тоже маркетинговая позиция, он отвечает за маркетинг и продажи. Есть специалист по контекстной рекламе, заместитель коммерческого директора. Это все компетенции в рамках блока маркетинга. А второе, штатное расписание уже от 7 июля, там есть ведущий мел-маркетолог, заместитель коммерческого директора, коммерческий директор. То есть как минимум три вакансии, которые могли предложить Матвееву. Но нам не представили доказательства, подтверждающие, что они были заняты на момент его увольнения. Все вышеизложенное, ваше честь, свидетельствует о том, что увольнение Матвеева по сокращению штатов является незаконным. Матвеев подлежит восстановлению на работе в прежней должности и взыскании компенсации за время вынужденного проживания. Компенсацию без суммы не рассчитываю. Не рассчитываю. Восковое заявление Матвеева Александра Кирилловича КП Круглова Екатерине Геннадьевне о признании увольнения закона о восстановлении работы в взыскании компенсации за время вынужденного проживания компенсации морального бреда удовлетворить частично. Признать увольнение Матвеева Александра Кирилловича по сокращению штата 29 января 2021 года незаконно восстановить Матвеева Александра Кириллович на прежнем месте работы Это УИП Круглова Екатерина Геннадьевна в должности директора по маркетингу с 30 января 2021 года. Взыскать СП Круглова Екатерина Геннадьевна в пользу Матвеева Александра Кирилловича компенсацию за время вынужденного прогула с 30 января 2021 года по 30 сентября 2021 года в размере 1 миллион 7 тысяч 283 рубля 94 копейки. Компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Всего взыскать 1 миллион 17 тысяч 283 рубля 94 копейки. Обязатель СП Круглова Екатерина Геннадьевна предоставить Матвееву Александру Кирилловичу справку с 182-м сведений из раздела 3 отчета и расчет по страховым взносам выпуска из формы СЗВ-старший СЗВ-м. В итоге корень из-за взыскания СП Круглова Екатерина Геннадьевна в пользу Матвеева Александра Кирилловича процентов в порядке ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации за нарушение сроков выплаты заработной платы за время вынужденного прогула отказать. Решение может быть обжаровано в Московской областной суд через Краснодарский в течение месяца со дня принятия решим суда выкончать свою форму. С протоколом судебного заседания можете ознакомиться по стечению 3 дней, по данному замечанию, по стечению 5 дней после срочной дела судебной снижатой. Спасибо.